Семь жителей области, участвовавших в ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС, до сих пор не имеют своего жилья. Этот вопрос поднят представителями общественного объединения «Союз Чернобыль» на дне открытых дверей в Акимате города Петропавловск. На встрече также прозвучали вопросы коммунальным и другим службам областного центра. Тему продолжит наш корреспондент. В последнее время вопросов к руководству областного центра немало. К примеру, представители общественного объединения «Союз Чернобыль» сегодня в живых остались только 210 из 4500 североказахстанцев, принимавших участие в ликвидации катастрофы. И семь из них до сих пор не имеют своего жилья. Ждем квартиру уже 12 лет. Насколько здоровье отдали? 70-80 тысяч за съемную квартиру платим. А сейчас цены еще вырастут. Мы ветераны Чернобыля. Именно эта категория почему-то не фигурирует в законодательстве о жилищных отношениях. Поэтому аким города Руслан Анбаев заявил, что необходимо решать эту проблему совместно с соответствующими органами. Есть жилье, которое построено. Сейчас коммуникацию доведем, благоустройство сделаем. Все, летом мы будем предоставлять. До этого момента, я думаю, давайте мы с вами, да, все-таки, высшенадзорный орган. Трактование всех законов все-таки они нам подскажут. Будем рассматривать. Вопросов нет. Большинство из пришедших на встречу с городоначальником поднимали вопрос обеспеченности жильем. Многие из них уже устали стоять в очереди несколько лет. Другие же недовольны работой коммунальных служб. По словам Клавдии Тимировой, жительницы Петропавловска, травмоопасная ситуация сложилась возле банного комплекса «Арыстан», где образовался настоящий каток. Он заливает. Из-за этого образовывается наличь. Потом коммунальных службам приходится вот этот наличь убирать. Сегодня устраните наличь, а вы разберитесь баня. Спорные земельные отношения, вопросы качественного медицинского обслуживания, общественного порядка – все они адресованы представителям исполнительной власти города. Как ответить на них руководство, словом или все-таки делом, покажет время. Елена Горбань, Макжан Ахмадин, Анатолий Белонок, Служба новостей.